Всем привет! На этой неделе проходят стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира 2018 года. Плюс определился еще один участник Мундиаля. Начнем, пожалуй, с Европы. 9 ноября Северная Ирландия вышла на игру со Швейцарией со схемой в три форварда. Но это ей не помогло. 0-1 в пользу Швейцарии. Автор гола – игрок Милана Рикардо Родригес, который провел его спинатки. Про Милан в этом ролике я скажу еще не раз, а вот Лукако в игре участия не принимал. Знаете ли вы, что в последний раз команды встречались еще в 2004 году? В товарищском матче была ничья 0-0. Северные Ирландцы уступают в третьей гряду игре. Не все у них гладко. А вот швейцарцы за последние пять встреч четыре раза выиграли. Ответную игру команды проведут 12 ноября. Переходим к следующему матчу. Хорватия почти обеспечила себе выход в финальную часть. 4-1 обыграв в Загребе Грецию. Лука Модрич открыл счет в игре уже на 13-й минуте. Также отличались его партнеры. Никола Калинич из Милана, Иван Перишич из Интера и Андрей Крамарич из Хофенхайма. У гостей счет размочил Сократис из Дортмундской Боруссии. Вторую игру выигрывают хорваты. А вот Греция впервые за три игры уступила. Ответный матч пройдет также 12 ноября, но в Греции. Еще один матч плей-офф прошел на следующий день. Швеция обыграла Италию 1-0. Якуб Йоханссон из греческого Айка подарил шведской команде надежду. Причем это первый матч с 1987 года, в котором Италия уступила Швеции. Почти 30 лет прошло. На Евро 16-го года команды сыграли последний раз. И тогда 1-0 была сильнее Италия. Швеция за последние четыре игры провела 15 голов, выиграв за этот период три раза. У Италии последние четыре матча более одного гола за игру не бывает. Два раза команда до этого выигрывала и один раз сыграла в ничью. 13 ноября ответная встреча, которая пройдет в Милане. 11 ноября в Европе еще сыграют Дания и Ирландия. Ответный матч назначен на 14 ноября. Но это еще не все. Стыковые матчи прошли между командами Гондураса и Австралии. Здесь ничья 0-0. Надо сказать, что это первый матч в истории между этими командами. Австралия последние четыре игры никому не уступает, а Гондурас уже 5 игр. Все решится тут в ответной игре 15 ноября. Кто-то должен тут уступить. Еще скажу о том, что Гондурас участвовал в двух последних чемпионатах мира. В еще одном стыковом матче счет был также 0-0. 8 лет назад Новая Зеландия в стыковом матче уже сыграла 0-0 с Бахрейном. Но во второй игре оказалась сильнее 1-0 и вышла на Мундиаль. На данный момент стала известна уже 24-я команда, пробившаяся на чемпионат мира. В африканском отборе, про который поговорим уже в следующем ролике, Сенегал досрочно обеспечил себе путевку в финальную часть. Порекомендую вам к просмотру ролик под названием «Новые формы команд к чемпионату мира». Подписывайтесь и ставьте лайки, если понравилось.